В самом разгаре сезон отпусков, период, когда остается время на себя и дом. Сегодня мы решили посвятить эфир тому, как выбрать качественную и подходящую мебель для своего интерьера. В этом нам поможет основатель и главный дизайнер мебельного салона Макасар Ирина Минеева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Какие факторы нужно учитывать при выборе мебели для своего интерьера? Ну, во-первых, это заполняемость пространства, насколько много мебели нам нужно. Также важно определить функциональные зоны, где у нас будут располагаться шкафы, и общую стилистику интерьера. То есть цветовые пятна, насколько мы хотим, чтобы мебель была броской, либо растворялась в интерьере. Здесь, конечно, имеет значение объем самого помещения, потому что все это в совокупности должно работать на красивую картинку. Простите, Ирина, я как человек не посвящен, и цветовые пятна – это что такое? Ну, цвета мебели. То есть мы создаем, допустим, активность цвета, нужен он нам или нет, декором, либо все-таки мебелью. Зачастую сейчас выбирают мебель нейтральных оттенков, потому что мебель делается на долгий срок, как минимум 10 лет и более, чтобы не надоедали яркие пятна. А уже декором, допустим, шторами, мягкой мебелью, подушками, либо вазами добавляют активные цветовые решения. То есть дополняют остальные картинки. Либо это можно сделать активные интерьерные стены. Но если все-таки у нас цвет применяется в мебели, то зачастую цвет стен может переходить в цвет мебели. И в данном случае мы подбираем прям оттенок под цветовую палитру стен. Это позволяет крашеные фасады. А в целом, как определить стиль, который тебе нравится, и вот как подойти к нему? То есть вот если вы обратитесь в вашу компанию, допустим, вы как-то находите подход к клиенту, узнаете, какие у него предпочтения в целом? Как выверить, так скажем? Сейчас на самом деле с определением стиля как-то все просто. Ну, может, мне так кажется, но в основном зачастую хотят это современный стиль, тем более стиль мебели приспосабливается сейчас в различные интерьеры, потому что есть такой собирательный общий образ, смешение стилей и всего такого прочего. Поэтому как-то со стилем, наверное, сейчас гораздо легче. Все равно хотят более простых линий. Но важно сейчас стало, когда наличие дерева присутствует в интерьере, наличие камня, то есть такие какие-то природные элементы, которые позволяют нам отдыхать. То есть у нас редко бывает время поехать на природу или еще куда-то, и поэтому мы ее хотим создать внутри, внутри своего пространства. И какие-то вот такие моменты становятся более важными. Как раз таки об этом. А как влияют, скажем так, цвета и в целом дизайн мебели и оттенки на общую атмосферу в доме? Так скажем, как замыливается ли взгляд, не мусолит ли он? Ну, то есть ты смотришь на мебель, тебе как-то приятно. И как-то оттенок цветового решения влияет ли на общее настроение, скажем так, в помещении? Допустим, говорили же, что зеленый цвет успокаивает. Ну, конечно, влияет. Я помню, когда-то было прям красной кухни хотели, потому что ярко это было красное. А сейчас уже такого нет. Когда я выбирал квартиру для съема, если я видел красную кухню и отказывался от этого. Да, сейчас вот наоборот. Оттенки серого, оттенки бежевого, то есть активные цвета. Даже если вот, например, зеленый, да, сейчас очень актуальны зеленые оттенки. Но они какие-то глубокие. То есть это не просто открытый там салатовый зеленый, а это будет более глубокий темный цвет, либо наоборот легкий, либо уходящий там не совсем зеленый, а как будто бы уже такой бирюзовый. То есть настолько сложное, что и сейчас очень многие сначала делают дизайн-проект, они уже знают, что они хотят, и потом приходят с этим проектом к нам наполнять проект мебелью. И уже есть задача определенная. Мы под эту задачу стараемся уже изготовить мебель. То есть да, мы делаем по эскизу, мы делаем по фото, мы можем фрезеровку мебели все это подбирать, цветовые решения. И здесь с попадания в цвет мы уже смотрим, какая задача стоит, и стараемся в эту задачу попасть. Если, конечно, нету проекта, и заказчик такой, что прям совсем не знает, что хочет, но мы начинаем смотреть, наоборот, сначала в местные интерьеры. То есть погружаем в атмосферу, что может понравиться, и после этого уже определяемся, в каком интерьере нам красиво, и что мы хотим у себя дома видеть, и уже начинаем воплощать с учетом указанных размеров. Как мы ранее сказали, что сейчас уклон в натуральность в мебели, то есть дополняется какими-то камнями, древесными элементами. Я же заметил, что сейчас также минимализм популярен, когда такие формы простые, понятные, и цвета, скажем, серые, как вы отметили, серые и белые. Все верно, но тем не менее, вот хочется подчеркнуть, часто хотят 3D-фрезеровку, то есть такие речные фасады, не знаю. Без фасадов тяжело показывать, но тем не менее, я думаю, что кто сейчас делает интерьеры, они понимают волнообразные, вот такие вот повторяющиеся элементы. Радиусы сейчас входят опять в моду, то есть какой-то период был, когда наоборот мы от радиусных форм уходили, и все такое было прямолинейное, то сейчас радиусы возвращаются, они возвращаются в каких-то новых пропорциях, это на самом деле так тоже наполняет интерьер красиво. Но сразу хочу подчеркнуть, что радиусы это всегда дорого, поэтому если мы планируем интерьер с такими обтекаемыми формами, нужно понимать, что это дорогой интерьер. А стоимость интерьера, она определяется за счет того, сколько работы приходится проводить с ним, или просто, скажем так, определенный стиль, определенная стоимость? Это непосредственно стоимость самого материала, стоимость своего производства, то есть, например, изготовить радиусный фасад, это же определенное формование, сушка, там этапность очень большая, и поэтому, естественно, этот фасад будет дороже, нежели, например, это прямой фасад. Ну, почему говорю фасад? Потому что в мебели решающую роль играют фасады. Фасады – это дверцы шкафа, то есть то, что мы непосредственно видим. А какие материалы лучше всего подходят для различных видов мебели, и как выбрать качественные? Вот если обращаемся в Макаса, так скажем, вы помогаете с выбором материалов, так скажем, по кошельку, наверное? Ну, конечно, бюджет является и имеет значение, но на самом первом этапе я не люблю спрашивать про бюджет. Это вот лично мое такое, хотя на самом деле есть такие рекомендации, но практика показывает, что в процессе работы у людей, когда приходит понимание, что есть, какой ассортимент материалов, в чем происходит разница, они готовы поднимать стоимость мебели. И бывает наоборот обратная реакция. Если, например, четко ужимают в бюджет, и мы хотим в этот бюджет пройти, мы делаем все, как говорят клиенты, укладываемся в этот диапазон цены, мы же это делаем за счет каких-то материалов, материалы подешевле предлагаем. В итоге и сам вид мебели визуально дешевле. И это не нравится уже по итогу. И по итогу уже появляется мнение, ну, я в мебели давно, я 15 лет, со мной уже советуются просто по-человечески, по дружбе, даже из других городов, даже если не у меня мебель заказывали. Они говорят, Ирина, ну разве не видели, что интерьер дорогой, богатый, красивый, да, я уже хотел на этапе мебели поэкономить, потому что тратиться уже просто устал. Но лучше бы я доплатил, там, купил, например, фасады, крашеные в детскую, а не ЛДСПшные фасады, потому что все равно визуально крашеные фасады, это отсутствие кромок, это более интересная фактура, которую прям вот глаз тонет, когда мы на нее смотрим. Либо, например, материал ЛДСП, который, если это просто гладкая фактура, белый либо серый, он будет все равно проигрышным в данном случае. И дешеветь. Да, поэтому тут вот такой момент, когда лучше сначала предложить, что есть лучшее, а потом смотреть реакцию. То есть отталкиваетесь сюда. Да, проходим по граням, почему так, зачем мы это предложили. Если все-таки важно сэкономить, назовем это слово, не очень его люблю, тогда мы уже переходим к возможностям, где мы можем поэкономить. Я вижу, как у вас задрожал голос на слове «сэкономить». Ну, да. А какие материалы, вот, скажем так, на ваш взгляд, вот, хорошие, топ-5 материалов в рамках того, чтобы производить популярные у жителей? Самые популярные, самые вот прям, это мне нравятся, МДФ-крашенные фасады. Они универсальны и для ванной, и для кухни, и для всех помещений. То есть помещать с высокой влажностью можно? Выбирать цвет, да, 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 с высокой влажностью тоже возможно. Двустороннее покрытие. Также у нас сейчас, если нам нужен декор под дерево, под камень, если натуральный шпон дороговато, натуральное дерево дороговато, хотя в ассортименте это тоже все есть, мы можем предложить очень классные немецкие пластики, панели ТСС, Этерна, пленка. То есть фасадная часть, она делается из пластика, я правильно понимаю? Да, да, да. Ого, в первый раз слышали. Ну, да, но там в основе все равно есть МДФ-плита, ДСП-плита и покрытие пластик. Я уж так образно самое покрытие называю. Не углубляйся. Да, да, да. Вот, что касается, например, материалов, МДФ-плёночное покрытие, тоже популярный, ну, недорогой относительно с остальными, ну, и не самый дешёвый, да, так назовём. Вот. Ну, и самый ходовой это ЛДСП. ЛДСП-пластиковое покрытие, он используется в корпусе, он же используется и на фасады, но тут прям аккуратно нужно быть, когда мы выбираем его на фасады. Мы стараемся уходить от белых фасадов в ЛДСП, потому что это всегда кромка, какие-то минималистичные сколы, они всё равно могут быть, какой бы классный станок при этом не был. Поэтому, если есть возможность, то лучше перейти МДФ-плёночное покрытие, МДФ-крашенное покрытие. Пользуясь случаем, я думаю, зрителям тоже будет интересно, в рамках ремонта в ванной комнате, где помещение с высокой влажностью. Нужно ли как-то по-особенному подходить к выбору мебели? В ванной комнате это действительно особая зона, потому что это обилие воды, и, как правило, если душ там, всё это может брызги лететь во все стороны, и, как правило, рядом всегда есть ванна и ещё что-то. Поэтому мы туда применяем только те материалы, которые максимально устойчивы к воде. Но покрытие на столешницу – это либо каменные столешницы, либо есть сейчас компакт-плиты, это полностью пластик во всей своей толщине. ТСС-панели, которые идут с пурклеем. Пурклей – это максимальная защита от влаги, то есть это место соединения кромки, но более качественное. Туда ванную мы ЛДСП только в корпус можем применять, никакие открытые зоны, фасадный материал, столешницы точно нет. Узнал всё интересующее, теперь, Ирина, о компании. А какие планы развития в дальнейшем у вас? Вообще планы лично у меня грандиозные. Я бы хотела, чтобы Макасар был в каждом городе. Но это прям вот такие дальнейшие, прям сильно-сильно. Если на ближайшую перспективу, то мы сейчас находимся на ВДНХ, у нас локация более такая офисного стиля. В перспективе хотелось бы более большой салон. То есть выставочную зону какую-то добавить? Да, увеличивать выставочную зону, чтобы наглядно показывать образцы, потому что зачастую мы сейчас работаем по фотографиям и по проектам. Но хотя клиенту сейчас как будто бы даже это тоже удобно, потому что зачастую мы вообще всё онлайн решаем. То есть уже есть проект, уже есть понимание, только посчитайте, предложите там материалы. Есть определённое доверие к нам. Мы работаем в среднем ценовом сегменте, мы не в экономе. И люди, обращаясь к нам, уже понимают, что они получат качественную мебель. То есть я сама очень долго проработала в мебельных фабриках, очень крупных, там Мария, к примеру, приведу. У нас руководитель производства, он с реформы. И мы держим вот качество мебели на уровне, но по ценовому диапазону мы конкурентоспособны, скажем так, да, интересны. И за счёт этого у нас, конечно, сложилась своя лояльная аудитория. И сарафаны радио, и рекомендации, и вот блогеры обращаются к нам лично, потому что им правда нужна качественная, достойная мебель. И в планах наращивать и увеличивать аудиторию? Наращивать, увеличивать, да. И сейчас я сама лично набираю команду менеджеров-дизайнеров, потому что я убеждена, что именно менеджер-дизайнер решает 90% успеха всего проекта. Спасибо, Ирина. Я напомню, на наши вопросы отвечала основатель и главный дизайнер мебельного салона Макасар Ирина Минеева. Мы вернёмся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!